Заветные 42 500. Сегодня в стране большой ажиотаж вокруг этого пособия на период чрезвычайного положения. Сегодня люди даже начали забывать о мерах безопасности в погоне за этим пособием. Поэтому мы решили пригласить к нам в студию специалистов, которые ответят на ваши вопросы. Здравствуйте! Хочу представить наших гостей. Бахат Тухтаровна Жахсбаева, заместитель руководителя управления координацией занятости и социальных программ Алматинской области. Гульсара Тухтаровна Кадырова, руководитель отдела по социальному обеспечению города Талдыкурган, правительство для граждан. Хочу напомнить нашим телезрителям. Студия работает в прямом эфире. Наш телефон 400109, код города 87282. Вы можете задать свои вопросы лично нашим гостям. А если у вас есть телевизоры, на экранах телевизоров есть номера WhatsApp Messenger, по которому вы можете написать свои вопросы, мы здесь в студии озвучим. Давайте я задам вам вопрос, часто задаваемый. Начнем с этого, поскольку и вам, наверное, отправляют эти вопросы, и нам больше всего задают эти вопросы. Кто может претендовать на социальную выплату? Мы уже порой сами, как специалисты, начинаем отвечать, но из ваших уст это звучит убедительнее. Уважаемые граждане Алматинской области, я коротко хотела остановиться на том, кто имеет право. Социальные выплаты на случай потери дохода в связи с ограничением деятельности на период чрезвычайного положения, она выплачивается семи категориям граждан. Первое, это работники субъектов малого и среднего предпринимательства, работники, которые находятся в отпусках без сохранения зарплаты. Также работники субъектов крупного предпринимательства, осуществляющих, которые осуществляют свою деятельность в населенных пунктах, где введен карантин. И находятся эти работники в отпусках без содержания. Индувидуальные предприниматели, которые не используют наемный труд. Четвертое, лица, занимающиеся частной практикой. Ну, это адвокаты, нотарицы, судебные исполнители и так далее. Лица, потечники это единого совокупного платежа, основная масса, ИСП, как говорим. Лица, получающие доходы по договорам гражданского правового характера, за которых уплочены обязательные пенсионные взносы. И работники некоммерческих организаций, которые находятся в отпуске без сохранения зарплаты. Вот эти семь категорий имеют право на получение социальных выплат. Только для этих категорий? Да, только для семи категорий этих. Предусмотрено правилами, которые утверждены, приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан, номер 110, от 26 марта текущего года. Данные правила были вынесены. С первого вообще в правилах было четыре категории. Сейчас они, как видите, расширены до семи категории. То есть континент получателей расширен. И семь категорий имеют право получать социальные выплаты на сегодня. Есть вопрос. Дозвонился телезритель. Мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. 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 Есть телефонный звонок. Мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Задавайте, задавайте. Мы вас слушаем. Видимо, прервалась. Вот сюда поступил вопрос. Жена в декретном отпуске. Ребенку уже годик. Претендует ли она на соцвыплату? Ну, она может претендовать на выплату и социальные выплаты по потере дохода в связи с введением чрезвычайного положения, только если ребенку уже больше года и нет трех лет. Вот в данном случае она находится же в отпуске по уходу за ребенком и, может быть, даже не оплачиваемые отпуски. Тогда она может претендовать. Да, года она получает пособие. В данном случае она бы пошла работать, но из-за чрезвычайного положения она не может работать. То есть, тем самым, ограниченный поле поиска деятельности, ее деятельности, чтобы она могла начать работу, в этом случае она имеет право. Из другой области к нам дозвонились. Давайте послушаем, по возможности ответим на их вопрос. Мы вас слушаем. Говорите. Алло. Салим Ацетова. Да, так месе. Сіз депы мен сұрай биленшинер, мен Курдай район жабылыш, Курдай район насилы Курдайда, Банни Табеттеймин. Бізде сакрышение болып, 500 дежан ярация, 30-х ашын бұдейдер, мен 500 дежан ялыб едим. Сон мен алалам ба, 42,000 дегенімен алмай ба, сон биленшинер. Без не правила ведем, Адина? Ереже бәр жерінде бірдей. Сізді ағы түлімейттін, ақшасы түлімейттін отпускыға жіберсе, демалысқа жіберсе, онда сіз өзіңіз, өзіңіз бераласықсан арызды. Немесе жұмыс беріші береді. Сонда қанча адам жіберді, соған тізіммен арыз жазып, олары өткізеді. Жаңағы алюметтік түлімге. Немесе өзіңізде жазып, сол алюметтік түлімді олға болады. Кәкізді жазып, олары өмірін әрі өзіңіз, өзіңіз? я крик мое время москово ментинга в в в в в в в в Рахмет. Боксы жұмыс немеген? Без работының қанды. Курсы болады. Мен түсінгенім, сіз баяқты бітіріп кеттіңіз көрсі. Бес айыға дейін әлеметті көмегі қалып отырғаны көрсі. Сонген тоқта қалдығы. Боксының балары ер жеткен, қамілеттен жасық толған шар. Немесе, үш жылдан асып кеткен баласы болса, онда боксілер жұмысқа жарамды дадың бары, жұмыс деу керек деген талап бар. Сонген боксы өзі қандайын қайлы, соны өзі тандап оқуға барып дайы. Енді оқуға барғанын кейін жаңағы сіз еңбек бағдыраманын шенберінде оқуға жіберілдіңіз. Бұл да бұл жұмыс пен қамтудың бен сенді шараларын бір шарасы. Енді оқуды бітіргеннен кейін сіз осы бағдыраманын аясында жаңағы грант алаласыз. Немесе шарғын кредит алаласыз. Енді бағдырамасын шенберінде өзіңіз қалауыңызғы бойынша. Жаңа оқуған өзіңізден ісіңізді жаңа арғарай жалғастырамыз десеңіз. Онда жұмыс пен қамты орталыққа барып, арызыңызды бересіз. Қазір 200 айлық есептік көрсеткіштен ақысыз грант бар. Ел сонда алаласыз. Горос жаған айлып біз баға бар дәе бег nova прискай жайларға көрсеткер айл жағын яйырième. Отстан болады. Мыя, жаған адабаты, жас қалда болады мамын fancy бас деген жас қалда жаған сүлге ғо Festi кел tocar сайeye жарға келеді, жаған адабаты до ой жыған адабатыны жаған көрсеткен келдей, оняет кередіген таліп келеді. Мыстарған адабатының т comed ұлайды. есть телефонный звонок мы вас слушаем прошу сальемацева Как вы думаете, что вы думаете, что вы думаете? В течение 12 месяцев вы выплачивали социальное перечисление, делали, то есть являетесь участником системы социального страхования, он может претендовать? Может претендовать, да? Да, это же третья группа, она трудоспособная. Я думаю, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете? Я думаю, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете? Я думаю, что вы думаете, что вы думаете? Я думаю, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете? Заявления и документы были поданы через портал электронного правительства или, я не знаю, может быть, через сотовую связь. Но просто, знаете, сейчас же очень загружены все программы. Просто они, видимо, еще не получили ответ. Надо подождать несколько дней. Сколько будет оформляться? Вот задают вопрос. Мы три дня назад подали, пять дней назад подали, вот сегодня подали. Когда они получат эти деньги? Примерно. Какой срок? Ну, о сроках я не могу сказать. Вы понимаете, если документы уже поступают к нам в отделение госкорпорации, естественно, мы в течение одного рабочего дня обрабатываем и отправляем в фонд. Фонд тоже в течение одного рабочего дня отрабатывает и выносит проект о назначении, соцвыплаты или об отказе, тоже в течение одного рабочего дня. И уже на основании этих решений мы формируем потребность. То есть, включаем этого получателя при положительном ответе на выплату. И тоже в течение одного рабочего дня уже госкорпорация формирует потребность и перечисляет на его счета, на его банковские счета, вот эту выплату. К сожалению, мы из фонда тоже приглашали людей, но они не пришли и почему-то не смогли найти время, чтобы ответить на вопросы телезрителей. Вот сами видите, что вопросов очень много. Дозвонился еще один телезритель, мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Алло. Алло. Задавайте свой вопрос, не занимайте время. Нет, вы не остались без дохода в течение этого периода чрезвычайного положения. У вас есть доход в виде пенсии, поэтому вы не можете претендовать на эту выплату. Хорошо. Повторите этот горячую линию, номер горячей линии просят. Колл-центр 404, 404 это Палматинской области. 14-14 по республике Казахстан. Общий. Палматинская область. Палматинская область. Вот поэтому здесь объясните, пожалуйста, как заполнить, куда зайти, как. Еще раз повторите. Мы не раз повторяли, у нас ролики идут, как заполнить, как зарегистрироваться и так далее, как подать заявку. Еще раз повторите. Можно? Это что нужно, чтобы заполнить заявление от физического лица? Это удостоверение личности для заполнения ИИН. Номер банковского счета. Если нет карточки, то на номер счета можно предоставить позже, когда придет смс-сообщение. Но не позднее одного месяца с даты подачи заявления. Ваш адрес проживания должен быть конкретно указан. Потом номер вашего телефона, куда пройдет сообщение. Поэтому указывайте действующий номер. И маил, если есть. Тоже. Вот эти реквизиты, когда правильно заполнено, обязательно к вам приходит смс-сообщение. Вам назначено. Сообщите, если не было карточки там открыто, то попросят предоставить номер карточки и затем смс-сообщение отправить. Для этого все реквизиты должны быть правильно заполнены. На линии телезритель мы вас слушаем. Алло. Задавайте свой вопрос, мы вас слушаем. Алло, Салемис Геннад. Алло. Не занимайте. Рахмет. Поняла вопрос. То есть у него срок окончания, срок инвалидности был окончен? То есть истек? Да. Истек? Да. Он может получить? Он может подавать? Нет, он не может претендовать. Все-таки он будет как инвалид проходить, как получатель пособия по инвалидности проходить. Тем более у него вторая группа. Он же как индивидуальный предприниматель не зарегистрирован. Поэтому не сможем. Вообще, по-моему, правительством принимаются меры, будут автоматически продлены сроки инвалидности. Но это пока я не могу ответить. По-моему, автоматически не продлеваются на период действия чрезвычайного положения. Вот здесь пишут также, я работала посудомойщицей, но ресторан закрылся, я могу претендовать на пособие. Да, она может претендовать, и она сама может без работодателя подать заявление, ну, согласно установленным правилами, и, соответственно, прикладывать, приложить те документы, то есть заявление к нему идет. Вот ее личные документы, данные удостоверения личности, данные сотовой связи. Ну, как сказать, вот заявление счета. Здесь тоже недопонимание у людей идет. Одни считают, что ждут, когда работодатель сам подаст заявку, а другие сами подают. Как правильно надо сделать? Правило предусмотрено, что работодатель может подавать заявление на назначение, но также и работник имеет право подать заявление на социальную выплату. Есть телефонный звонок? Говорите. Задавайте свой вопрос. Почему люди, которые выплатили, как там написано, да, что до 16 марта те, кто оплатили ЕСП, они имеют право претендовать? А почему те люди, которые после 16 марта оплатили, они получают? Вы мне объясните вот это? Как это? Всем лицам, которые оплатили ЕСП до 16 марта, им назначена социальная выплата проактивно. То есть это без заявления сразу поступили им на счета эти деньги. То есть назначено было 42 500 в проактивном формате, без заявления. После 16 марта у них уже зачисление было, то есть ЕСП, платеж он виден, что сделан данный платеж и видит. Из информационной системы была сделана выкладка и министерством уже сразу было оплачено. Поэтому они сразу же получили. Вот в проактивном формате, да, а остальным нужно подтверждать, то есть оплатить. На сегодня уже у нас по области 13 548 назначено в проактивном формате, то есть без подачи ими заявлений. Телефонный звонок, говорите, мы вас слушаем. Времени очень мало, быстрее задавайте вопрос. Салима, Сазва. Времени очень много, быстрее задавайте вопрос. Реализация��요. Времени очень много. Барбанк, 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 Каспош, Мобильный приложение, СОТВЕССЯЗБОСА БОЛДИГО, СОМЕН ТЮЛЮГО БОЛАДЫ. Сонанген, если мы сапшене телефоннан деберез, номер 25-05 деген. Сонген, эзі горд түк боса, горд деп, сонген енджазад. Сило боса, эзіна сило деп, енджазса, болды. Сол телефон арқылы түлігі болады, еспана. Еспісі түлімі қалада тұрсаңыздар, 2621 тенге, бүгінгі ауылда тұрсаңыздар, 1326 тенге түлігі керек. Біз еспі түлігі, бірақ құйған ақшамыз шотымызға қайта түсті. Біз сонда алмаймыз ба? Сіз епіға түркелген сіз деп тұр. Бұлтыр епі патент ашқан, біз 2100 алуға алтай құйған біздейді. Емесі елкен ба? Нет, здесь просто надо обратиться, наверное, в отделение госкорпорации по месту жительства. Почему идет возврат? И что надо сделать? Дальнейшие действия. Сотрудник госкорпорации может, в принципе, объяснить, по какой причине пришел возврат, и что надо сделать. Может, надо заново подать? Потому что здесь, как я поняла, идет вопрос, что вот этот ЕСП вернулся обратно. ЕСП почему-то говорит насчет вернули. Да. Значит, что-то они не так сделали. Еще какие-то есть проблемные вопросы в ваших работах при подаче именно заявок? Ну, у нас вот основной сейчас вопрос идет в отделение госкорпорации. Кто-то дозванивается, у нас тоже рабочий телефон, и мы работаем, и не всегда можем поднять трубку. В основном это когда будет эта выплата. Ну, я сейчас вот хочу сказать, это же у нас программное обеспечение, и вот эти все, то, что подается через сотовую связь, через инбек, это все связано с интернетом. Идет большая нагрузка. Но это мое личное мнение. Потому что сейчас же дистанционная работа, дистанционное обучение, и, соответственно, поэтому мы всегда просим, если вы подали заявление, и вам СМС-сообщение, то есть, о назначении еще не поступило, надо просто немного подождать, несколько дней. Ну, люди торопятся, тут много очень пишут, вот то же самое говорят, что нету, мы уже неделю как подали, и до сих пор не получили. Поэтому вопросов на эту тему очень много, но, к сожалению, мы не сможем на все вопросы наших телезрителей ответить. Ваши пожелания, осталось всего минута. Какое пожелание вот тем людям, которые подают заявку? Я хотела пожелать всем здоровья и терпения. Терпение. 42 500, если положено, вы, дорогие телезрители, получите обязательно. Встретимся завтра ровно в 16.00. Смотрите телеканал ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова